А вот такие моменты у меня, знаете, он начинает мне говорить там, вот что ваш поп там отпевает неверующих людей, они в храм не ходили, я говорю, так он сам неверующий, вот я правильно так говорю, или вот мне не хочется его скрывать, вот так ублажать, что вот он из любви к людям, я не хочу лукавить, вот правильно я говорю или неправильно, или вообще молчать просто? Молчать лучше, в данном молчании, вы говорите правильно, но это посредствия будут такие, что вам не выдержать, вы, у вас есть высшая цель, и вы ее добиваетесь молчанием, вы хотите порядок навести, все, постарайтесь, чтобы каким-то образом он понял, что вы незаменимый, чтобы он вас совершенно не заблокировал. Послушайте меня, в данном случае, да тем более незнакомым людям, и так говорить, это обидится любой, не надо это было говорить, я вас все время одобряю, а тут нет. Спасибо, Христос, Отец. Алила. Как они знакомые мои. Но все равно, все равно, наоборот, их надо приблизить, а то, кто еще сказал ему, и все, как колотушкой полбу стукнул. Ясно, все, благодарю, спасибо, Христос. Это опыт жизни подсказывает. Стоит где-то по пять лет назад, а в войне, как бывает, оборона, наступление и отступление. А где отступление? Бывают, что святые задействованы, где-то в блуде человек, а не так, обратился, а я ей пойду расскажу. Не надо говорить, пока ты идешь туда, там 40 демонов блуда, уже они на пути стоят. Никак. В том городе не будь, по той улице не ходи, где у тебя грех был. Вот как учат святые отцы. Тот колодец, который ты утонешь. Ну все, тогда. Николай Тихонович. Да, слушаю. Другими словами, с безбожниками о болячках в церкви лучше не разговаривать, да? Нет, ну как говорить, опять же. Он, видишь, человек пришел, отпевает, он все правильно сказал. А он, видишь, если бы сказал, это пользы никакой. И прочитал бы второе Коринфянам, пятая глава, десятый стих, прочитайте. Ответ он где? Он не знает просто. Ну знает, но надо тут память хорошую иметь. Вот прочитайте. Он упустил. Вот это он мог бы прочитать, и за это не прицепится ни священник, никто. А только бы сказали, вот видишь, как надо быть. Второе Коринфянам, пять, десять. За нас отвечает Дух Святой, если мы внимательны к Его голосу. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждым получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Вот и все. Соответственно. А тут не соответственно. Ни дня не был, не ходил отпевать. Вы не знаете еще норматив какой. У меня брат священник, и он рассказывает, там, которые он хорошо знает-то, сколько за отпевание. Ну там, восемь тысяч бывает. Цыгане хоронят. А умер-то их главный. Ну ладно. А священник спрашивает, когда будете подвозить мертвого на Христов выходить? Батя, обязательно. Тогда пятнадцать тысяч. Священник дальше опять его говорит, а вам как, просто отпеть или чтобы хор? Батя, хор что был? Сторок две тысячи. Нам каждому надо дать. И заканчивается тем, что говорит, а на кладбище провожать? У Батя, обязательно. И уже сто восемьдесят тысяч. И заплатят, потому что они наркотики-то продают народу, то народ за жизнь свою не борется. А цыгане живут, а вот у них такой-то барон, и этот баран, барон, он теперь хочет ворью быть. Они ему туда телевизор в могилу из камня сделали. Выкопали большую яму, и телевизор поставили, и все. Мудавитова в Довшиле, которая главная ведьма-то была, когда сын-то у нее умер, она сразу опрокинулась. И все. Положила ему телефон, зарядила. Вы знаете, о ком я говорю? Ну-ка припомните, кто такая? Она, Джуна. Кто? Джуна. Что-то плохо слышу. Джуна. Да, правильно. Правильно. Ведьма. Царица там, сирская, там то другое. Кого она лечила? Правительство, которое врач обслуживает? Правительство. Говорит, никогда она тут не была, даже она врет на каждом шагу. Но тут, когда она поняла, что сын-то, она его, никто не знает, он родной или не родной, вопрос-то. Ну и где-то они там в сауне были, он, видимо, начал трепаться, а у него машина там дорогая, ей там целый корпус продали, когда там, ну, все это беззаконие. Ну и его что-то там порезали. А она не захотела, чтобы врачи были, она над ними руками-то махала, водила, а уже душа вышла. Вот так. Так и здесь сказать. Они пришли, вы этот стих прочитали, заранее напишите несколько таких листиков одинаково и скажите, соответственно тому, и вам даже в храм идти не надо. Он делал, а не вы за него делали. Он. А если хотите подробнее знать, напишите Луки 16 глава. Когда богач в аду горит, а у него пять братьев, он говорит, пошли туда, Лазарев, они его знают, они уверены, не поверят. И Анзотаус говорит, что Слово Божие дороже, нежели воскрешение из мертвых. Вот как. А вы Словом Божиим не пренебрегайте. Вот как нужно ответить. Никакой пользы нету, во-первых. А священника никак не поминайте позаглаза. Это только свои близкие, если так шепотом сказать. Знаете, пересвиснет летущая мышь, и он будет люто ненавидеть вас. И уже примирения не будет. Надо все время вести на примирение. Вот. А как? Чтобы вы не один были. Вы после службы с людьми разговариваете. Хотите знать Библию? Приводите вот сюда вот, чтобы они слушали. А потом дома собирайтесь отдельно. Пригласите священник, он не придет, но чтобы он знал. И точно идите по... Как у нас вот трехтомник, возьмите и по нему. Я вот много лет вел занятия, только в одном университете, 18 лет. А я вел занятия в пяти университетах, в 13 школах. Занятия во всех отделах милиции, но там выступления. Пять отделов, городской и краевой УВД. Три радиопрограммы, телевидение регулярное. Все это бесплатно. И, конечно, такой приплыв на народу был. По юпирному времени, по всей вероятности, я бы стоял на первом месте в Российской Федерации. Но за те-то я не платил. И как? Сколько было врагов, их еще больше стало. Но и которые люди приняли истину. И каждый год принимают крещение, к нам приезжают с полным погружением, бесплатно. Это чего-то стоит. Это все благодать Божия. Благодать. Человеку-то невозможно вынести. Я говорю однажды домой, все воинские части, все это мне принадлежали. Меня возили из одной в другую. Уже в сумерке, я гляжу около дома, стоят два человека. Я подъехал, подошел, сказать, пешком с трамвая. Два полковника, авиационная и танковая часть. Вот мы подумали, говорят, зафрахтовать самолет, чтобы вас из одного города в другой перевозить, куда мы будем перевозить воинские части. Вот как Бог делает. Вещь неслыханная. Я когда говорю, как я в тюрьме, когда был, в лагере, ну, люди какие там, Дмитрий Дутко, Глеб Якунин, там много какие были сидели, баптисты верующие были, ни у кого так не было. Я вот прихожу, и уже к вечеру буквально вся тюрьма знает. Охранники открывают дверь и стоят, слушают. С 8 до 10, с 7 до 9. Я проповедую. Нашлось на 75 человек, а камера на 25 всего. 3 человека, которые не курят. Вымойте руки, я даю им Евангелие, со мной Новый Завет и от братьев Гедеоновых. И дальше вопросы-ответы, я проповедую. Если я обратился, человек вместе молились, а мне говорят, вот ночью вы молились, 7 человек сзади на колени становились. Это первая ночь моя в тюрьме. Это, ну, нельзя ничего это сделать, это в уголовниках, 6 ходок у него, 6 раз уже судимый. Почему? Благодать. Я все время повторяю, у меня нет образования ни религиозного, ни гуманитарного. Я технарь, как сегодня она называет это, строительный техникум. Вот как. Богу, когда добираешься, он тебе это все дает. Я вон, авиационное высшее училище, вел занятия регулярно. Ну, это уж так просто сказать. Обратно идем, они меня не отпускают. Офицеры почти все полковники, преподаватели, профессора. Один другого спрашивает, ты академию кончал? Он говорит, да. А сегодня как слушал? Вот на мои, когда я у них, мне кажется, я совсем не учился. Они к себе меня затянули, там, пиво, воблые. Я говорю, я ворот не беру. Ну, что ждать-то вам? А сапоги возьмете? Я говорю, какой размер? 43-й. Я говорю, это мой размер. Он здесь за диваном вытаскивает и мне. И когда вот тут суд был, судья, как он увидит, что мои такие сапоги? А где у сапоги такие взяли? Я говорю, в летном училище, высшее летное, подарили мне. Вот как Бог делает? Ты ничего не стоишь, а Бог все полагает и полагает. Тут никакое образование не поможет, если безблагодатно. А меня колотят со всех сторон, бьют только в черный список. Я занес уже примерно 32 тысячи человек. А у меня три канала здесь. На одном канале только 88 миллионов просмотров. Это сейчас, данный момент. И вот я сейчас сижу, корректировку веду, новая проповедь. Вот сегодня мне говорит в храме и завтра. Вот чудо Бог совершил какое. Я все хожу и думаю, Господи, что больше всего сказать? Ну, день, два, три, приближается суббота. Мне проповедь говорить, у меня одна запасная лежит о знаках. Я ее завтра утром буду говорить. Бог благословит, если. А вот никак. И вдруг утром читает Володя 135-й псалом. Вы его потом посмотрите. Он как просчитал, у меня так и поплыло все, Господи. Ты как ответил-то мне, такого не бывало. В одном псалме 16 проповедей. Ой, 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 ой. Я сегодня первый буду говорить. 16 проповедей на один псалом. Это все будет в книгах потом выставлено. Вот как Бог делает. Самый негодный сосуд берет и наполняет милостью и благодатью. Не слышу, глаза плохо видят. Все время вперед и вперед. Никогда не складывай оружие. Враг нападает. На меня нападают. Утром я убираю, убираю. Там помогают. Всякая скверность, что только не пишут. Угрозы всякие. Почему? Перед Богом Господь высшую награду готовит. Об этом считаем в девятом блаженстве. Гнали Христа, буду гнать и вас. Вот как. У меня сегодня попутно сказать. Я голубя держу. В деревне там голуби и здесь. И одного дали породистый такой. У меня никогда не было. У него хвост торчком кверху торчит. И он не может и не может никак. Мы с Володей промыли его. Мне его жалко. Утром пришел, а его уже нету. Он отошел. И вот я его все это крылышки все сохранить, показать. Моей вины никакой нет. Он, видимо, престарелый был. Вот с чем возится человек-то, кто посмотрел бы. А мне 84 года. Я не могу никак понять, что мне вот такое. Мне кажется, я где-то лет 30. Я все время со студентами, начальник детского лагеря, когда советская власть была, и Господь позволил образовать детский православный трудовой лагерь. Один год против меня три уголовных дела воздвигли, и ничего не получилось. Их разгромил Господь, когда я вернулся и в суд подал на них за всякую скверну. 45 лет я директор был, бессменный директор. Тысячи детей подняли, без помощи государства, вещь неслыханная. А почему? Бог. Только Господь мог это сделать. Представь себе, привозят дети, а дети говорят, я верующий, а он не верующий совсем. И я его никуда не могу деть, я с ними занимаюсь. У меня на сон уходило два с половиной часа в сутки. Это все вспоминаю, как битву, в которой непрерывные победы. Но все это обходится будь здоров как. Когда я вернулся, 11 лет шел суд, раз я реабилитирован, жертву политических репрессий, я подал в суд. И суд шел 11 лет. Потому что по сегодняшним деньгам они должны были мне 11 миллиардов. Я переводчик с разных языков, там что делал, составлял какие композиции, когда еще интернета не было. А теперь все сгодилось, и все, что я насчитал, 50 примерно томов книг Библии, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых, 5 добротолюбия, примерно 50 томов. А они у меня в моем сайте. Я все время, кто приходит, я скидываю, готовые. Ты можешь записать любое аудио, там, аудио, и фильмы у нас снятые. От этих режиссеров отбоя не было. Обо мне поставили фильм, он занял первое место в России, документальный, а эпизодически в котором первое место на мировом киноконкурсе в Югославии «Золотой Витязь». Вот Бог как делает. А как вы себя оцените? Никак. Ничего у меня нету. Я вот каждый день по крыльцу хожу, а крыльцо на две квартиры 8 метров туда-сюда. Колени-то не сгибаются. И я хожу. Мне нужно набрать хотя бы километров пять. А норма это семь километров при любой погоде. И хожу без палочки вот скажет расхвалился а хвалящийся хвали с Господом. Это Господь делает. Потому что меня жущат давят. Так он все еще жив как один говорит а так хотел с ним встретиться со мной а говорят умер. Да он живее всех живых как писал Маяковский ну тогда еще успею. вот так так вопросов нет больше? Есть есть можно он еще спросить так это кто? Алексей Журавлев наверное да да ну давай голубчик задавай хотел бы спросить я вчера читал я вчера читал толкование на апокалипсисе там говорилось в одном месте из библии говорится о последней любви что такое последняя любовь и как вы понимаете вернуться к ней не последняя первая 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 любовь ну как обратился я не буду говорить где-то как я обратился я все время искал где о Боге узнать что Бог есть мама сказала я Бога боялся меня Бог спас от женщин от пионеров от танцев неприкасаемая но это Бог делает ну и если атеистическая литература я листаю бывает маленькая брошюрка и на одной стороне из библии взятая а на другой там другое или такое же я беру два экземпляра вырезаю чтобы ту другую сторону взять из этих вырезок делаю потом читаю какие-то цифры я не знаю что это глава стих и когда мне библию в первый раз дали не библии Новый Завет а хозяева ну я в это время учился на штурмана и на балтике работал моряком и в морфлоте служил вот тут меня Господь нашел я стал записывать так тут все про Бога 6 глава уже считаю Матфея это они зашли ну и как книжка какая хорошая а они говорят не книжка это книга всем книг всем книгам книга молиться у меня только одно помолиться я буквально ну они говорят молитесь ну я давай Богородица Дева радуйся а вы своими словами то можете я никогда не молился достойно я всякого истинного я не знал этого простите а что простите у меня здоровье стопроцентное на корабле хиликов не берут все у меня есть добиваясь разрешения сдать три курса высшего мореходного училища за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков все предметы ясно что буду я капитаном дальнего плавания здоровье отличное все а в душе пустота и вот я понял что у меня веры нет и главное там к кому я пришел пятидесятники они гласолалия называются говорят на иных языках но они не знают так это бывает порченные там бесноватые всякие и он мне показывает это вторая глава деяния апостолов и они заговорили говорю как сразу вот я немецкий язык в школе языка не было я его изучил выступал за шесть месяцев и выступал у немцев говорил проповеди притом не как-то ахохдоч то есть литературно немецкий язык вот бог все это делает английским сразу занялся четыре месяца прошло и господь мне дал все понимать это а уже в Латвию приехал три с половиной месяца на латышский язык они националисты вранье я говорю вы живете сколько лет двадцать лет и ни одного слова не знаете разве можно так а я с ними на их языке говорю они не знают куда меня посадить вот я о чем говорю тогда первая любовь у меня и вспыхнула вот господи я тут недавно считал я умираю от тоски у меня все есть и в армии когда брали наемников легионеров в Алжир я записался туда пошел зачем там же борьба идет чтобы улучшить французский язык ничего не варит башка то я уж не знал куда ехать а тут господь все это дал и вот первая моя любовь такая вот я кому говорю сейчас скажу что он хвалится хвалюсь господом моим павел говорит хвалящийся хвались господом не бойтесь бояться этого у которого ничего нет за хребтом поэтому он за каждое слово хватается меня спросили я отвечаю и вот первая любовь мне ничего не надо я хочу только с господом быть ничего дороже нету и вот что самое интересное я не знал не слышал слово десятину я заработал сто рублей десятку надо отдать для Бога а душа горит огнем и в это время мне подарили Библию а ее достать было трудно кому подарили он не пришел на собрание и тогда между собой поговорили давайте этому новому братику подарим Библию я вышел в коридор воткнулся там где одежда висит и весь вечер стоял проплакал я просил у Бога дар слезный я слезы просто текут и текут Господи да кто же я такой да у меня братья мои родные она в семье у отца 10 детей они насколько лучше меня Бог делал так и вот эта моя первая любовь выразилась в том что другого дня у меня не будет никогда и вот я здесь зарядишь ты видел нет такой ролик у меня 52 года в пути смотрел полностью несколько раз ну и как ну ты видел мою первую любовь вот я приехал я переехал туда когда мы миссионерские поездки делали по всей Европе Скандинавии Прибалтика и дома того нету и людей нету и я тут весь расплылся тебя тронуло это там очень вы даже молились за Сергея парализованного там да вот как Господь делает это первая любовь ее надо сохранить и поэтому небезразличны что бы ни делало здесь тебя все это затрагивает вот сейчас думали как мои проповеди видео перевести в ворд и кого только тут нету 68 человек Бог дал помогали одни добросовестны а другие там наворочили я их не могу разобрать что там есть ни к селу ни к городу но все равно они старались их имена в последнем томе хочу чтобы поместили первая любовь первая любовь она должна быть на всю жизнь а то бывает так только женился разженился нельзя так люби как говорится кто больше всего так себя любили что без нее он жить не мог он и она и так называются фильмы как фильм называется кто они такие итальянцы ромео джульетта точно вот так ромео это роман а джульетта это юлия это в переводе я сразу занялся заниматься хотел испанским и итальянским ой ой зачем мне это надо было то я буду там в тех городах я буду из переводчика разговаривать и оказалось ничего не надо я все забросил и занялся одной библией все отошел Алексей понял так Александр понял держись что сказал нигде не поминай авторитет священника понимай но не пригашай а Господь усмотрится сам молись во славу Божию спасибо Христос аллилуйя отошел аминь спасибо Христос спасибо 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 Продолжение следует...